Всем привет! Данный видеообзор записан специально по заказу рыболовного интернет-магазина fmagazin.ru На обзоре приманка от фирмы Wake, называется она Trout Spoon. Это по сути блесна, но можно ее назвать вебоблером в виде блесны. То есть она сделана из пластмасса, она шумовая. Это такая необычная подповерхностная приманка, которую мы с вами сегодня и рассмотрим. Упаковка довольно-таки простенькая, это картонная подложка и закрыта плотным пластиком. Сама приманка там ни к чему не прикреплена, довольно-таки подвижная и есть возможность, что она поцарапает себя немного тройником, которым оснащена. Но вроде бы с моей приманкой все в порядке. Есть интернет-адрес, логотип фирмы. С обратной стороны мелким шрифтом написано, что данная приманка создана для хищника под поверхностных слоях воды, что произведена она в Китае. И есть ее характеристики 9 сантиметров и 11 грамм. Только в таком весе и в такой длине она производится. Никаких вариаций не существует. Вот так вот выглядит приманка. На сайте 5 расцветок. Расцветки довольно-таки разнообразные. Есть синяя, розовая, желтая, черная. В принципе, данная расцветка называется Pink Nightmare, то есть розовый ужас. Но розовую я здесь по сути не вижу. Такой бордовый цвет. И лицевая сторона черная с белыми точками. Имеется такая интересная небольшая зеленая точка атаки. Также для того, чтобы немного имитировать рыбку, прорисован вот такой вот, ну в принципе, довольно-таки живой, прудоподобный глазик. Близна имеет интересный такой изгиб. И благодаря которому имеет очень такую широко-амплитудную, интересную, размашистую игру, которая подойдет для ловли активного хищника. Как уже заявляет производитель, эта блесна для ловли под поверхностных слоях воды отлично подойдет для ловли щуки где-то по жабовничкам, по мелячкам. Также, в принципе, на нее должен ловиться и окунь. Можно попробовать использовать данную колебалочку для ловли ночного судака. Тоже, в принципе, довольно-таки интересный такой сыпучий шум, который в моих условиях неплохо привлекает данного ночного хищника. Поэтому можно для разнообразия попробовать и провести в тех местах, где он ночью выходит на меляки, данную колебалочку. Я тоже думаю, должен быть какой-никакой результат. По покраске пока внешне все вроде отлично. Никаких сколов, ничего нет. Все довольно-таки плавные переходы сделаны. Покраска здесь неплохая. Имеется две крепежные петельки. Одна для того, чтобы крепить данную блесну к застежке. И другая крепит тройничок через заводное колечко. Тройничок очень небольшой, как по мне, для данной приманки. И имеет очень посредственную заточку. Не знаю, что за производитель. Поставляет фирме Вейк тройники. Но здесь он такой. Его либо надо менять, либо затачивать. Никакой надежности в этом тройнике я не вижу. Ну и тем более, очень маленький поддев, очень маленький тройничок. Если мы будем с данной приманкой охотиться за щукой, он вам точно не помощник. В принципе, изначально позиционируется как для ловли форели, для каких-то лососевых видов рыб. Я думаю, тоже в данной ловле данная приманка имеет место быть. И думаю, на быстрых где-то речках, с высобойным кисельным течением, не должна сбиваться с игры. Она такая продолговатая, что говорит, что неплохо будет проходить перекаты. Не сбиваться, еще раз повторюсь, и ловить ту же кумжу, форельку и других представителей лососевых пород рыб. Очень интересная приманка. На упаковке изначально указана цена 270 рублей. То есть, наверное, в розничном магазине она продавалась по данной цене. Но сейчас цены поднялись. Сейчас она стоит немного дороже. Но, в принципе, еще раз повторюсь, сама приманка отличного качества. Ну, может быть, немножко подкачала фурнитура. Вот такая вот приманка от фирмы Wake Trout Spoon. Ну, а на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за внимание. Пока!